МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости в студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте. Большой разговор с президентом, небывалый резонанс в обществе. Встреча Александра Лукашенко с представителями средств массовой информации и экспертами остается в топе новостей. Экономика и социальная политика, внешние угрозы и партнерские отношения с дружескими странами. За более чем 7 часов, это рекордная по продолжительности подобная встреча, звучали откровенные ответы на самые различные вопросы. Сегодня их активно обсуждает интернет-сообщество. Что касается нефти и газа, то тут действительно Лукашенко прав. Действительно сложный компромисс, а компромисс можно найти только путем встречи президентов. Послушал выступление. Знаете, много правильных вещей он сказал на самом деле. Ничего не достигается резко и сразу ко всему надо дойти. А сейчас мир такой, что и правда, как по тонкому льду. Один шаг не туда и все. Провалиться можно и назад не вылезти. На самом деле необходимость иметь скоординированную миграционную политику для России и Беларуси назрела. И перезрела достаточно давно. В этом отношении, кстати говоря, вполне возможно, что многие белорусские нормы подхода к миграционной политике окажутся более адекватными, чем российские. Откровенные ответы на вопросы и открытость. Такое послевкусие отметили все, кто следил за большим разговором с президентом. Причем за непротокольным круглым столом были подняты темы, которые затрагивают каждого белоруса. Строительство новых детских садов и больниц, загруженность детей в школе, вопросы трудоустройства, налогов, а также повышение пенсии и заработных плат. Отвечая на самый актуальный вопрос, Александр Лукашенко подчеркнет, заработная плата и пенсии могут быть повышены только за счет эффективной работы экономики. Заработная плата и пенсии могут увеличены быть только тогда, когда мы в реальном секторе экономики произведем больше, качественно и продадим по более высокой цене. Есть второй путь. Можно у кого-то одолжить, отобрать, взять, но это не наш путь. Заработная плата, пенсии могут быть повышены только за счет эффективной работы экономики. Больше произведем, продадим, получим валюту. Наша экономика открыта, 50% примерно, ну 45% точно произведенного мы продаем за пределы страны. И в этом вся наша жизнь. И за то, что мы получим, надо купить то, что будет способствовать дальнейшему производству, воспроизводству. Это энергоносители, сырье, материалы и прочее, то, чего у нас не хватает. Но за счет чего работает экономика? И это в первую очередь, как бы это было не популярно, если мы это не купим, то завтра этой зарплаты не будет. Производительность труда не должна быть ниже заработной платы. Все должно соотноситься, не я придумал. Вы можете подумать, так противоречие. Президент сказал о 500 долларах в будущем году. Но 500 долларов средняя зарплата в стране, это то, что государство должно помочь заработать человеку. Для того, чтобы он маломальски мог жить в той системе социально-экономической, которую мы с вами создали. Все остальное не запрещается, приветствуется. Тысячу, две тысячи, кто сколько заработает. По-настоящему разнообразным был и состав участников встречи. К разговору были приглашены не только журналисты отечественных и зарубежных СМИ, но и эксперты, политологи, экономисты. Неудивительно, что одним из первых прозвучал вопрос об отношениях с давним другом и партнером в России. Газовая и продовольственная темы весь прошлый год не сходили с полос новостных лент. Вы должны понимать, пока я президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина, брошен не будет. Вы должны это знать четко. Эти обострения, но они же не впервой. Россия ведь часто хваталась за газовую трубу, за нефтяную трубу. Что происходит и сегодня? Это уже привычка такая. Хоть после всяких таких конфликтов, пусть не публично, но мне всегда говорили, да, мы погорячились и так далее. Ну разве не погорячились? Ну зачем хвататься за живое? Мы все равно найдем выход. Декрет об жди венцах, многовекторность белорусской внешней политики, жилищные льготы и ценообразование ЖКХ. Актуальные вопросы образования и спорта. Дискуссия получилась действительно масштабной. Телеверсию встречи главы государства с представителями общественности и средств массовой информации покажут сегодня все главные белорусские телеканалы. Начало трансляции 18 часов. Сразу после нее на СТВ выйдет вечерний выпуск новостей. Шестой школьный день позволяет разгрузить рабочую неделю учащихся. Субботу с пользой сегодня провели сотни воспитанников Минского профессионального лицея. Сегодня здесь факультативные и практические занятия посетил министр образования. Сейчас идет процесс обновления школьной программы. Есть потребность в изменении профильного и профессионального образования. Мы сегодня активно работаем над содержанием учебных программ. Идет видоизменение этих программ, вносятся какие-то коррективы. Это естественно потому, что знания развиваются. Их объем с процессом жизнедеятельности человека все больше и больше. Мы, конечно же, будем смотреть, что в этих программах должно оставаться, что нет. Функционирует и библиотека, и спортивные залы, и идут уроки. Но в чем особенность? По субботам у нас наши учащиеся учатся две пары до 12 часов. В этом особенность. После 12 проводятся все факультативные запланированные занятия. Разговор зашел и о ролик государственных языков в современном образовании. Сейчас Министерство образования рассматривает вопрос создания вуза с белорусским языком обучения. От научных опытов до модного дефиле в Минске открылся семейный фестиваль. Море развлечений сконцентрировано в одном месте. Спорт, наука, образование, формат отдыха предполагает, что интересно будет не только детям, но и их родителям. К примеру, на одной площадке собраны все лучшие игры и спортивные занятия. На другой можно почувствовать себя юным ученым, попробовать свои силы в ребусах и поучаствовать в мастер-классах. На этом у меня все. Итоговый на сегодня выпуск новостей. Смотрите сразу после завершения трансляции и телеверсии «Большого разговора с президентом». Начало эфира 18.00. Продолжение следует...